Ветераны. Без них трудно представить себе празднование победы над Германией. На сегодняшний день их в районе осталось всего 16. Почетными гостями открытия Аллеи Славы стали ветераны нашего села. На торжественном открытии ведущие вспомнили имена всех погибших на войне богучанцев, а лучшие ученики школы возложили к памятнику венок. Собрать средства на установку памятника погибшим воинам удалось не сразу. На выручку пришло одно из предприятий района. В нашей экспедиции очень активно работает профсоюзная организация. Учащиеся, лучшие учащиеся школы, активные дети пришли в экспедицию, обратились в профсоюз с просьбой о помощи в выделении средств. Они объяснили, для чего эти средства нужны для установления стеллы. Богучанская геофизическая экспедиция не единственная, кто откликнулся на помощь школе. Работники Дома культуры поселка Геофизиков сдавали деньги на приобретение памятника. Также был организован благотворительный концерт. Семья Волковых принимала участие по оказанию помощи. Мы доставили этот мемориал сюда, то есть выбрали, подобрали сам памятник, чтобы он соответствовал празднику, чтобы действительно это был мемориал, мемориал славы. Теперь не только у школьников и жителей микрорайона геофизики, но и у всех жителей райцентра и даже района появилась возможность поклониться памяти павшим на войне у нового мемориала. Очень много стоило трудов. У нас акция была, чтобы собрать деньги, недостающие для этого памятника. Я знаю, что какой-то был благотворительный концерт. Расскажи об этом. Он проходил в ДК-клубе у нас с геофизиком. Все люди приходили, кто мог, собирали, складывали деньги. Елена Крыжан, Александр Карабанов, 10 канал.